Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что такое ЛТХ в моем понятии, как оно было у меня и как бы его и не было. Короче, когда ты держишь скотину, условно ты себе должен открыть личное подсобное хозяйство. Но, живя в городе, как я жил, ты не можешь открыть личное подсобное хозяйство, именно открыть, получить там свободный рядом гектар земли и все такое проще. Личное подсобное хозяйство возможно только в деревне, так как я жил и живу в городе, это невозможно. Земли вокруг нет свободной. Раньше было где пастись, там где отводились колхозные поля под подстройку. Вот здесь свободное поле пустое для застройки домов, но оно застроится неизвестно когда, но его всегда передисковывают. То есть вышла хорошая травка, можно было бы пустить коров, его задисковали, чтобы, не знаю, у нас колхозные понятия белорусские, чтобы так было, чтобы спалить солярку. Чтобы приехал энергонасыщенный трактор и сделал работу за час, потрасил кучу средств государственных, ну как государственных, наших, ваших налогов и уехал. Просто для того, чтобы здесь не было такого пустыря, чтобы и люди тут не пасли коня там, которых есть. Вот. Короче, все для людей, все для народа, поэтому как-то так. Почему я уехал, я открыл КФХ, для того, чтобы получить землю и уже развиваться. Вот смотрите, как отвлекусь на секунду. Вот теперь пошла, весь снег растаял. Сухие места поставили сену, поэтому сейчас будем делать кормушки на днях в обязательном порядке. Потому что будет вот такая вот каша всегда здесь. Целый месяц обещают 0, плюс 1, минус 2, там, короче, вот такой погоды. Так, дальше продолжим. ЛПХ. Что у нас подразумевает ЛПХ? То есть вы живете в деревне, держите какую-то скотину. Для того, чтобы вас не трогала никакая налоговая, ничего, вы себе открыли ЛПХ, потому что вы били себе там до 4 гектар, наверное, земли, что-то такое. И живете, работаете спокойно, никто вас не трогает. К вам приезжают, там проверяют коров на все дела, свиней, например, тоже. Короче, все, вы чиститесь, все у вас хорошо, никто вас не трогает. По налогам тоже можете отчитываться. Если будете показывать официальный доход, что вы там сдаете молоко, и, типа, там, прямо постоянно платите налоги, там, полноценно, то вы даже можете, наверное, в Беларуси рассчитывать на кредит. Они, как бы, есть, но их, как бы, никто не может получить никогда. То есть в случае того, чтобы кто-то пошел под ЛПХ, получил кредит, я такого не знаю. Они существуют, типа, а-ля государственная программа, но реальных живых кейсов, что люди получают под ЛПХ, ну, наверное, там, единицы. Не знаю, какими способами. Может, у них отдельно есть еще виды заработка официальных. Но вот под такую деятельность получить кредитование практически нереально. Поэтому смысла открывать ЛПХ вообще нет. Вообще его смысла нету ради тех трех гектаров земли. Но это только под огородничество. Это нормальное такое целевое... Ну, то есть, что ты еще можешь сделать на трех-четырех гектарах земли? Посадить в сад. И либо огородничество. Все. Для коров мало. Для свиней не особо нужно. То есть, ну, просто-напросто это... Так, придурок! Бодается с суком сена. Идиот. Его надо срочно сдать. Он меня напрягает. У меня четыре... Шесть коров непокрытых. И вот этот вот дурачок ходит здесь. Понимаете? Срочно его сбиваем. В ближайшее время. Потому что он коровам не дает есть. Все, брать его надо. Вот дауна. Стоит сейчас, перевернет рулон сену на ПАПа. Поставит и будут объедать сбоку. Из-за этого отморозка. Опять отвлекся. Короче, ЛПХ, не знаю, как вы там относитесь к этому. В Беларуси это смысла нет открывать. По мне. Вообще нет смысла. Вот у нас там в ближайшей деревне держат коров. Но открытых ЛПХ нет ни у кого. Потому что нету смысла. Кредит, я же говорю, вам не дадут. Земли нормально вам не дадут. А под выпуск коров и так выделили. Ну, сельсовет земли. Так что... Смысла вообще нет никакого. В ЛПХ это просто название условное. Вот и все. Плюшек вы от этого не получаете. Наверное, даже просто пойти 4 гектара земли арендовать у государства проще, чем пойти этими ЛПХ заниматься там. Для чего? Вы еще потратите за отвод земли деньги там. Короче, у вас будет геморроя столько. Не знаю. Я же говорю, плюшек мало вообще нету. Практически. Для чего? Зачем? С другой стороны, я в следующем уже видео тогда расскажу про КФХ. Примерно про налогообложение, про бухгалтерию и все такое проще. И потом уже после рассказа я сравню для вас и расскажу, что в чем дело. А так, сейчас небольшое отступление. Мне вчера привозил врача, то есть по ВПХ я сказал бы, вопрос закрыт, его нечего оформлять. Не оформляйте, оно вам не надо, плюшек нет. То есть и толку тоже особо нет. Поэтому я думаю, что нецелесообразно. Что вчера мне сказал врач-гинеколог? Санька, понятно, скоро рожает. Это чучело полностью здоровое и не рожает. Ой, и не гуляет. Полностью все, яичники, все в норме, пушка-гонка. Вот этот придурок ее не осеменяет. То есть охота, видно, скрытая проходит. Не вижу, кто это, белка или буси. Тоже нестельная, тоже здоровая. Там буся, тоже стельная, тоже нестельная, тоже здоровая. Вон стоит Зоя. Зое надо витамины поколоть. Рядом стоит Даша, тоже витамины поколоть. И вон там стоит зайчик, тоже витамины поколоть. То есть ни одна первотелка с двумя быками ходившие, они вот паслись, там все у них четко было. Причем я прокалывал им витамины, когда в прошлый раз приезжал врач. Никто, ничего. Даже гормон им колол, пусто. То есть этот момент я упустил за ближайшее время. Сейчас мне надо его нагнать. Но это страшно. Она ходит, вот здоровая, это буси. Чучело. А этот ходит и ничего рядом, понимаете. Она созревает, фолликула у нее, все четенько. Но этот дурачок ее не покрывает. Так зачем он нужен вообще? Быка надо держать полтора года и вообще нахер. Становится большой, ему, наверное, это уже не интересно. Яйца уже заплыли жиром. Стоит машина. Бесполезная. Только сено потребляют. Сейчас буду узнавать в ближайшее время, и он, скорее всего, уедет. Потому что мне он такой не нужен. Тем более у меня есть там годовалый бычок, пусть он тут лазит, все делает. Если что, я уже в городе, я могу привезти искусственно осеменить коров. Потому что вот это бесполезное создание меня напекает. Плюс, кстати, когда они вот в охоту приходят, не видно, чтобы они катались друг на друге. То есть вообще нет ничего. Не знаю. Будет видно. Буду колоть курсы, все делать. Надо покрыть их за ближайший месяц всех. Потому что это отразится потом на молоке моем. Ладно. У нас все классная поддержка последнего моего канала. Много людей новых. Видите, сено хорошее заготовлено, но жалко. У меня тут столбики вроде дубовые лежат. Сейчас их сделаю кормушечку. Сейчас посмотрю. Давно здесь не было. Приехал уже, снег лежал практически. А, это только два штучки. Раньше их было больше. Раньше их было прям много. Ладно. Найду что-нибудь, с чего делать в кормушке. И сделаю кормушку. То есть она будет в виде круга. 4-5 столбов условно. И обрешечено досками. И пойдет лучше, чем ничего. Наверное, даже прикопаю в землю. Вот где-нибудь вон там. И вот там. Так как их станет меньше, еще бык уберется. Им вполне хватит встать по кругу. Плюс я две нетели перевел туда к телятам. Чтобы они жили спокойно. Все. На сегодня все. Там не знаю, четверг-пятница. Буду разбирать про КФХ. И вам расскажу. Но ЛПХ однозначно нет. Вообще смысла нету.